Еще раз доброго всем вечера, рад быть на вашей земле, здесь я человек новый на данном мероприятии. Ну и хотелось бы поделиться, я представитель удавных школ карате до шестакан, которая представляет древнюю версию по линию СССР КЗ, КЗК. Ну и конечно же у нас есть отличительные особенности от того традиционного карате, которое принято. Несколько техник, которые используются в традиционном карате. Значит это принцип одноручный, то есть когда мы защищаемся одной рукой и атакуем одной рукой. Принцип двуручный, когда мы защищаемся двумя руками и атакуем двумя руками. Ну и принцип по очередности, то есть когда мы одной защищаемся и другой атакуем. Вот хотелось бы на вот этих принципах немножко остановиться. Сейчас можно так? Первый, допустим, одноручный метод. Соскода публики БВС СССР КЗК. Значит, здесь простой вариант, то есть когда мы работаем СССР КЗК. Останавливается и идет сразу так куча действий. То есть он этой рукой. Можно так давать? Нет. Той рукой? Тоже нет, да? То есть получается, что когда мы делаем, мы делаем как раз, да? И после этого, задерживая движение, уже атакуем. То есть если знакомы с хианами, вот, допустим, первое движение хианшинани как раз означает это. Но во многих учебниках в литературе, как правило, идет первый блок и атакующие действия. А про вот это движение. На соревнованиях, на ребятишек, когда смотришь, они всегда поднимают руку. А зачем поднимать руку, многие не знают. Пожалуйста, вот сейчас в пределе, еще очень аккуратно, да? То есть отсюда перенаправление. То есть тогда, когда вы выполняете движение, вы этой же рукой перенаправляете движение. То есть нету отдельно вот этого и отдельно вот этого. То есть оно идет перенаправлением и вы все попробовали вот это, а дальше. Понимаешь? То есть вот это концовки никто не делает. На это обратите внимание. Потому что, ну вот у нас в школе, допустим, принято таким образом делать, что ни одно действие в ката ненужного нету. То есть каждое действие боевое. Любое. Разворот и поворот, подъем руки, все остальное, все боевое, все работает. Если оно не работает, смысл его изучать. То есть просто так ходить в ката, красиво маршировать, смысла в этом нет. То есть каждое движение должно принести. Почему? Потому что раньше, если взять в древности, то все ката, они строились, то есть каждый человек подбирал под себя приемы. И потом из этих приемов создавал ката. У кого-то эти приемы работали, создавалась сильная школа. У кого-то эти приемы не работали, школа погибала. То же самое здесь. То есть каждому из вас необходимо. То есть в карате вообще не очень много технических действий руками, ударов как таковы. Но они все должны быть эффективны, потому что иначе смысл их изучать. Поэтому вот на второе движение, еще чуть-чуть, сюда. Оп. Здесь сразу. Раз, выше. То есть вы должны помнить, что если вы здесь блок не доставите, вы себя атакуете. Его же рукой вы надеетесь и оставитесь без ребра. А здесь получается так раз и сразу. То есть мы переводим его и атакуем. Сюда, сюда. То есть оно должно быть эффективно. Не эффектно, а эффективно. То есть смысл убить ему сюда, если он человек физически здоровый, то есть это бессмысленно. А если мы атакуем сюда, сюда, то оно в принципе работает. Соответственно, после этого, помните, что они там раз, два и идет разворот атаков. То есть может идти раз, два и отсюда мы его опрокидываем. То есть оно в любом случае работает. На второй удар обратите внимание, хорошо? Спасибо. Первоначально изучают дзинкут судачи, потому что это классическая стойка. Потом изучают кокут судачи. Это тоже классическая стойка. Третья. Каждому ката соответствует, допустим, Хиашадану. Хиашадан на экзаменах принимает, потому что все проверяют стойку дзинкут судачи. Дзинкут судачи, вы знаете, что здесь должен быть стульчик, то есть человек. Можно на метку? Должен сесть, просто сесть. То есть если у вас стойка вот так, он садится, это значит стойка неправильно, ваши ноги не работают. Дальше идет кокут судачи, вес тела на задней ноге и кибодачи. Сансей Козе ввел с коричневого пояса, он ввел стойку, называется фудэдач или камай. То есть передняя нога как в дзинкут судачи, задняя нога как в кокут судачи. Но используется фудэдач. Да, то есть она именно центровая стойка, узловая. В ней работать легче. Вы же знаете, что стойки нужны для чего? Для уменьшения нашего центра равновесия. То есть чем центр равновесия наш ниже, тем более эффективно переведение соперника из вертикального положения в горизонтальное. То есть самим по себе положением мы выиграем. Собственно говоря, что я на соревнованиях по короте и проверяю все время стойки. Почему? В более низкой стойке человек выигрывает. Ну, в принципе, так вот. Попробуйте. Давайте встали все так, чтобы удобно. Удобно, друг от друга. Немножко кихоном мы занимаемся. Встали? Знаете, зачем рука на поясе? Почему в короте всегда делает рука одна на поясе? Смысл у нее знаете в чем? Ну, это важно, понятно. Это что делать? Она тянет, да-да-да, она тянет. То есть мы в любом случае всегда рука вторая на пояс идет для того, чтобы тянуть. Не просто для того, чтобы ее там замокнуть из остального. Она тянет. У нас обе руки работают всегда. Давайте попробуем. Руку на пояс поставили. Мозги будут кипеть, поэтому не обращайте на это внимание. Прямо, а так. Раз, туки просто на обычной туки. Здесь подняли носок. Этой же рукой Тицую учить Зюданскую. Этой же рукой сверху Уракен стукнули. Этой же рукой Шуто стукнули. И этой же рукой Хайто стукнули. Давайте еще разочек. Прямо Цуки, Тицую, Уракен, Шуто, Хайто. Есть? Второй рукой. Сейчас объясню, где может быть. Прямо атака. Раз. Тицую. Тицую. Два. Уракен. Три. Шуто. Четыре. Хайто. Пять. Еще раз. Прямо Цуки. Тицую. Уракен. Шуто. Хайто. Тицую. Вот это основные техники каратута. Практически. Теперь прямо. Да? Рукой прямо Цуки. Раз. А эту поставили на Тицую. Теперь это Тицую стукнули, а эту наверх над головой. Уракен. Уракен стукнули. Это на Шуто. Шуто стукнули. Это на Хайто размахнули. Хайто стукнули. Еще разочек. Давайте прямо. Раз. А рука здесь уже готова. Тицую. Два. А это Уракен. Уракен. Три. Шуто. Четыре. Хайто. Пять. Это утренняя зарядка. Сразу объясню. У нас существует теория, что у человека работают два полушария мозга. Одно полушарие мозга отвечает за логическое мышление, другое за образное мышление. Сами по себе присаживайтесь по боевым искусствам. Занимаясь боевым искусствами, мы начинаем делить на правую сторону, на левую мы делаем. Мы не делим это все по сторонам. И поэтому, когда у нас работают два полушария одновременно, у нас мозг начинает работать лучше. Значит, ну, двуручный метод. Вы все знаете, вот Ката Хианидан, то есть там две руки уже работают. То есть простое движение. Там две руки, две руки, одна рука пришла. Вот на базе вот этого приема давайте рассмотрим с вами. Можно? Значит, ну, простое движение. Можно вот запричь. Так, то есть боевой вариант рассмотрим. То есть чаще всего у нас Хианидан мы делаем каким образом? Мы переводим равновесие, разводим руки. То есть сбив руки, мы его ловим вот здесь и урод руки. Отсюда отталкиваем. То есть, в принципе, само по себе, вот я не дам вот это движение. Раз, два, три. Оно выглядит таким образом. То есть мы атаковали сюда-сюда и отталкиваем. Можно сделать, если ближе к бросковой технике, то есть можно зайти к нему, раз, и потом по противованию через ногу. То есть таким образом можно сделать. Вот это движение, оно идет так. Можно сделать, когда атакуешь. А, просто в лицо атаку. Здесь раз, два, оп, здесь, три. То есть еще разочек, да? Посмотрите, мы дальнюю руку уводим, передней рукой атакуем. Здесь контроль. Обязательно. Чтобы он мог. Что он может? Моргой может атаковать? Нет. Рукой может атаковать? Нет. Головой? Нет, да? И вы его, конечно, отталкиваем нельзя. Попробуйте этот пример. Голос и тепло. Сeder. Затем. Да? Требушка. А? Чего? Да? Два. Да? Да. Да. С Bernie'd have a hat. Мы готовы, да? Семь, си, си. У. Да, семь. Семь. Да. Соответственно, конечно же, во всех школах, ну вот если, допустим, брать классические школы каратэ-до, точно так же, да, наверное, любую школу боевых искусств брать, то они складывались здесь в стандартные из пяти школ. То есть первая школа это была что, это китайская ушу или потом еще называли окинавская. Окинавская каратэ от китайского ушу отличается школьностью. То есть там у них есть определенные способы воздействия и так далее. А потом обязательно бралось классическое японское дружицу, обязательно бралось классическое японское фиксирование на мячах кэнто. Поэтому сенсей Фунакоши писал, как правило, что руки должны работать как мячи. То есть у нас часто бывает такое, что у человека шуто делает, как это шуто делает, то есть кто-то вот так делает, кто-то там по-разному, да, то есть у самого по себе шуто луки, оно достаточно редко встречается, классическое шуто луки. Но оно достаточно эффективное и достаточно сильное все. Сейчас такое упражнение будет. Вот один кладет руку, одну, одну. Здесь к плечу, вот смотрите, в основании бицепса. Раз, два. То есть если мы будем бить сильно, то мы потеряем силу. А здесь вот докручиванием кисти, здесь рука прямо. Раз и дотолки. То есть докручиваем. Вот это докручивание. Вот над ней сейчас просто поработаете над шуто. Благодарю, потому что это не работает. Мы все прекрасно понимаем, что вот это движение, которое сбивает, оно дает нам мгновение или момент. Именно в этот момент, если мы качественно тренированы, мы проводим свой прием. Перетехническое действие. То есть задача во всех наших системах найти именно этот момент, чтобы потом его использовать для своего преимущества. С хиан-сандана, следующий прием, поработаем. С хиан-сандана есть такое движение. Раз, два, три. То есть мы теперь попробуем попеременно использовать его. Значит, когда-то во многих школах, допустим, вот в Адарю, в Шитарю, там еще используется старое название Пинан. И вот хиан-ни-дан у них это Пинан-шадан. Но Сосей Фонакоши он немножко поменял очередность. Почему? Потому что он сделал хиан-шадане, атака считается одним движением. Сразу. То есть, пам, молниеносное движение, молниеносный перевод. А хиан-ни-дан подразумевается, что мы или двумя, или пам-пам, атака идет. Поэтому мы раз, два, три. То есть мы ловим момент. Это вам в любой книжке найдете. То есть вот в каждой книжке, если вы найдете кадр блока, нарисовано вот так. Но мы все время забываем про момент, что у него же есть, он же той какой не будет. То есть ее нужно эффективно обезвредить, чтобы можно было поймать этот момент, победить все. А хиан-садан – это раз, два, три. То есть мы уже подразумеваем, что он с тройки начинает. Так, медленно. Здесь, навстречу движения. Мы к нему подходим, контроль. Раз, та же рука свободная. Два. То есть мы можем здесь либо ураген ступнуть, либо атаковать подбородок. Еще разочек. Раз. Подход к нему. Два. Три. То есть ближний бой. Здесь мы все, мы его контролируем. То есть мы не даем ему ударить. Вы знаете, что ударная техника, да, есть системы, которые там работают с локтя быстро, коленом, головой и так далее. Особенно вот когда изучая карта Басадай, там есть такое движение. Басадай есть такое движение, да, помните? Раз, два. Вот у Басадай подразумевается таким образом, что… А, двумя оттами. Отходя, здесь атака идет головой сначала, а потом мы по ребрам и отталкиваем. То есть эффективнее будет так. И прием будет работать так. Если мы сделаем раз, два, три, он в это время что должен стоять? То есть само по себе отработка карта заключается в том, что мы резкость и точность движения осуществляем именно вот с этого положения. Еще разочек. А, пожалуйста, тройка, да, одно движение. Раз, на подход. Два, медленно, не торопитесь. Ну, Басадай меня ударить. Да, еще разочек. Здесь мы, раз, два, три. Все, то есть мы его должны контролировать. Потом мы его можем следующим движением увести. То есть все развороты, все развороты в хиана, все развороты в карта – это бросок. То есть просто так, что мы в них стоялись и развернулись – нет. Ну и, соответственно, в древних традиционных классических школах там получается таким образом, что само по себе первое движение определяет то, как вы вообще все как-то делаете. И все развороты нужно делать с такой скоростью, с какой вы делаете первое движение. Попробуйте вот это. Раз, раз, два. А, блин, да? Тогда, значит, все. Спасибо. Надеюсь, это не последний раз. Давайте продолжим. Андрей, путь проделал. Проект приехал из Барнаула. Нам, если не садится. Надеюсь, что и в Барнауле, и в других городах тоже какие-то возникнут. Таким сообществом «Черных колесов». Ну, пока к вам.